ПЕСНЯ ПЕСНЯ А что же нам говорить про наше богатство, про наши пенсионные, когда мы трясемся и боимся сжечь этот пенсионный, скажут, мы говорим, нам пенсию не дадут. Да скоро нам ее и так не дадут. Немножечко осталось, немножечко, и ни пенсии вам не нужна не будет, ничего. А душу погубите. Вот что страшно, что душу вы погубите. Вот этими паспортами, да, сейчас будут давать новые паспорта, и вы это знаете прекрасно, там будет уже микрочип, там будет. Все, вся база данных на каждого человека. Принимающий этот паспорт отвлекается от Бога, потому что в нем нет имени. А мы с вами все крещеные, и при крещении дается нам с вами имя. Приняв ННН, мы с вами уже потеряли имя. Потому что как клемят скотину в колхозе, номер такой-то, буренка номер такой-то, так и нас с вами проклемили. А мы с вами пошли еще и добровольно все это взяли. А взяли почему? Из-за нашего неведения. Потому что в храм не ходим. Потому что апокалипсис не читаем. Вот представьте, как прискорбно взять пенсионный, взять ННН, взять паспорт. Это уже три ступени, которые мы с вами ступили в ад. И как говорят старцы, с первой ступени уже трудно вылезти. А нас их уже три. И не приведи Господь, если мы принимем еще паспорт новый, который сейчас будут давать пластиковый. Это четвертая ступень, и мы оттуда не выберемся никогда. И ни одна молитва нас оттуда не сможет вытащить. Потому что мы это сделали добровольно. Да, везде говорят, берите все. Берите паспорта, берите ННН, пенсионный. Ничего в этом страшного нет. Это везде и повсюду говорят. Есть священники, которые против всего этого. А как преподобный Серафим Саровский сказал в своих предсказаниях о рак будущей России, что останется только семь столпов? Семь. И может быть семь храмов, которые останутся без ННН, без начертания Антихриста. Это сказано у преподобного Серафима Саровского, что и Матерь Божия будет направлять людей в какой день и куда им надо будет идти причаститься. Это верных своих чад, которые останутся с Богом. А вы представьте, сколько сейчас у нас священства, сколько архиерейства, сколько у нас сейчас храмов. Храмы восстанавливаются. Нет толпу от того, что народ там стоит. Нет покаяния. Нет искреннего покаяния. Нет вот этой самой благодати, которую бы человек мог принести для Господа. И мы уподобляемся тому богачу, который кировал, жировал и в ад попал.